Привет дорогие друзья! Xiaomi продолжает штурмовать рынок, наполняя его своей продукцией из разных категорий товаров. Мы стараемся не отставать, заказывать и тестировать новинки из вселенной Xiaomi, суббрендов и их партнеров. В этом видео еще несколько вещей, которые могут вас заинтересовать. Будет просто интересно посмотреть, а может уже и сейчас прям заходится что-то купить. Новые настольные часы, интересная колонка, настольный пылесос и еще кое-что. Поехали! С компанией ZME мое знакомство началось с пауэрбанков. По сегодняшний день в использовании находится крутая банка с необычной точечной индикацией ZME на 20 000 мАч и быстрой зарядкой. И еще есть хорошие аккумуляторные батарейки, которые у меня установлены во многих гаджетах и сейчас около 50 штук подвезли в наш инстаграм-магазин. Нас там уже 10 000, более 300 различных гаджетов, приспособлений, аксессуаров, инструментов и новинок Xiaomi. Ссылка самая первая под видео. Лучшая ваша поддержка нашего канала и проекта в целом, любая покупка. Есть акции, есть скидки, всех жду. Билл Стор ЮА, если какой-то товар или товары понравились для заказа, пишите менеджеру магазина. Эта вкладка оставит сообщение или написать. Так вот, еще один продукт ZME – настольные блютуз-часы с голосовым управлением и встроенным динамиком. Стиль, как всегда, минимализм. Глянцевый белый пластик, с передней части тонированное окно, за которым расположен дисплей. Сверху кнопка, индикация, датчка освещенности, с задней стороны порт зарядки аккумулятора. Да, ребят, часы аккумуляторные имеют встроенную батарею на 2400 мАч, это до трех дней автономности. Складная зарядка поддерживается, также может работать от провода. Еще расположена там перфорация, за которой прячется 5-ваттный динамик. Снизу резиновый упор для устойчивости. Один из самых главных, самых сочных плюсов этого устройства, друзья, это экран. Он очень четкий, сочный и смотрится просто шикарно. Цифры большие, видны под любыми углами и размер большой. Черно-белое – хороший контраст получается. Еще одна фишка – есть датчик освещенности, то есть яркость регулируется автоматически. Днем полная яркость, а ночью – это едва заметная индикация, которая не ослепляет и дает четкую информацию в то же время. К часам можно подключаться без приложения напрямую из телефона, воспроизводить музыку. Bluetooth установлен пятой версии. Для настройки будильника и других функций нужно уже качнуть приложение с QR-кода в инструкции. Кстати, ребят, вот здесь начинаются особенности. Она на китайском языке, инструкция и приложение тоже на китайском. И голосовые команды тоже на китайском. Так что все дополнительные фишки этих часов практически сводятся на нет. Если только вы не знаете, конечно, китайский язык. Ждать локализации я бы не стал. Тем не менее, приложение довольно простое и время само подтягивается после его установки. Не нужно только его обновлять. После этого уже можно настроить будильник и даже слушать различные предустановленные записи фонового шума для сна. Звуки природы, шум моря и так далее. Мои коллеги сделали перевод приложения. Ссылку я оставлю в описании, если все же захотите их купить. Цена невысокая, до 30 долларов. Но экран просто топ и дизайн тоже. Да и в качестве небольшой блютуз колонки можно использовать. Именно эта версия после обзора тоже продается в нашем инстаграм-магазине. Достанется одному из вас. Крутой экран, автоматическая регулировка яркости есть, хороший дизайн и невысокая цена. Ну а голосовые команды и китайское приложение – простепенные бонусы. Еще одно творение из краудфайдинговой платформы – настольный мини-пылесос. Устройство продается в нескольких цветовых вариантах. У меня белый. В комплекте есть только кабель для зарядки встроенного аккумулятора. Формат USB-micro-USB. Емкость 1300 мАч батареи. Заряжается за один час, работает на одном заряде до двух часов. Размеры небольшие, дизайн тоже минимализм. На торце ручки есть порт для зарядки и индикаторные светодиоды. Немного ниже расположена кнопка включения. С другого рабочего торца – отверстие для сбора мусора и 24 щетины для очистки. Нижняя часть – это контейнер. Извлекается вот таким вот образом. Там предусмотрен фильтр, который можно мыть проточной водой. Включаем и проверяем. Шумит негромко. Есть две скорости работы. В рекламе у нас, ребята, было сказано, что подходит даже для уборки скорлупы от семечек. Я, честно говоря, думал, будет безделушка это, и в таком корпусе никакого всасывания ждать не стоит. Но вот, пожалуйста... Бросаем целые семечки, и за секунду пылик их кушает без проблем и не давится. Соответственно, и для любого другого мелкого мусора подойдет. Позиционирует как вещь для детей, и в процессе творчества делать уборку ребенку таким образом будет интересно. Возможно, это и так, и детям действительно будет вызывать какой-то интерес работать с такой игрушкой. А может, и вам на столе такой товар тоже пригодится. Продолжение следует... Товаров для животных от Xiaomi у нас есть много обзоров на канале. Еще один аксессуар. Силиконовый коврик со щетинками. Субренд Джордан Джуди занимается выпуском этого продукта. В магазине у продавца есть две версии на выбор. Размер в моем случае это 530 мм на 380. Высота бортика 6 мм. Коврик размещается возле кошачьего туалета. Когда кошка сделает свои дела, то она закапывает продукты жизнедеятельности, таким образом маскируя свои запахи, а в процессе на лапках остается песок или наполнитель. Для уменьшения разноса всего этого добра по дому укладываем такой коврик, который заберет часть мусора. Он легко моется и быстро сохнет. Так что проблем с уборкой не будет, а удобством добавит. В нашем магазине, друзья, также в продаже есть крутые наборы для кошек, а именно настоящая классная кошачья мята вместе с шерстяным шариком, в котором она и зацепается. Фиксируется пробкой и ваш питомец будет развлекаться, кусать, играть с этим мячиком. Моя кошка очень довольна. Должно понравиться всем кошкам. Ссылку тоже оставлю в описании. Попробуйте, поразвлекайтесь, поулыбайтесь. И еще одно комбо-устройство, о котором вы могли не знать от Xiaomi Xiaomi. Это Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой и круговой уровневой RGB-подсветкой. Обзоров и комментариев практически нет на эти гаджеты, так как в основном они позиционируются под китайский рынок. Но вы же знаете Xiaomi, у них так очень часто бывает, что выпускают что-то интересное, но у нас либо не локализовано, либо не продается. Но мы и такой товар найдем и затестим. Вот, собственно, в комплекте тоже адаптер питания под китайскую вилочку, анжи-зарядное устройство, кавель формата USB-micro-USB и большая шайба, которая и является колонкой. Шайба обтянута тканью, а с верхней части матовый шершавый такой пластик и кнопки управления. И, собственно, база для беспроводной зарядки. По кругу насечки прозрачные, за которыми спрятаны LED-диоды. При регулировке громкости они выступают в роли индикатора уровня, а при включении музыки добавляют красивого эффекта в такт музыки. Есть в приложении ряд пресетов, различные настройки, все, в общем, круто, красиво. Цепляется тоже к приложению, как и от часов, даже можно запускать те же мелодии для сна. И еще есть возможность использовать колонку в качестве гарнитуры. Установлен микрофон с шумоподавлением, достаточно качественный. Меня слышат хорошо, и я хорошо слышу собеседника. Субтитры сделал DimaTorzok Плюс ко всему этому дублируются и уведомления из мессенджеров в виде подсветки и звука. И, конечно же, работает беспроводная зарядка для вашего смартфона, если ваш смартфон поддерживает таковую. Неплохое устройство, звук тоже хороший, громкий. Но, опять же, не работает голосовое управление на русском языке, только китайский. Технически это не важно, все другие функции работают. Но все же есть такой момент, учитывайте. А впереди у нас, друзья, больше различных новинок. Некоторые уже опубликованы в нашем магазине. Еще до обзора можете зайти, ознакомиться. Ссылка самая первая под видео. А вообще, Xiaomi я получил около 50 разных товаров. Буду стараться делать обзоры чаще, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Стараюсь все читать. Мы увидимся с вами. Скоро вы были на канале Белозеров. И это были наши обзоры. У нас обзоров очень много. Так что залетайте, смотрите, комментируйте. И, конечно же, покупайте то, что вам нравится. То, что вы считаете нужным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok